Дагестан Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Незаконно был сооружен дополнительный блок площадью 60 квадратных метров. Работы были остановлены и в настоящий момент готовится иск в суд. В Махачкале крупные заведения общепита уклоняются от уплаты налогов. Об этом говорили на совещании по вопросу снижения задолженности и увеличению доходов в государственный бюджет. В этой связи власти города и налоговые службы призвали такие заведения активнее проверять на наличие неуплаты средств. В целом по Дагестану задолженность на середину года составила более 12 миллиардов рублей. Но в Махачкале ситуация ухудшилась. Долги выросли на 20%. Премьер-министр Абдулмуслимов Абдулмуслимов отметил, что многие коммерческие объекты и точки общепита в городе не зарегистрированы в налоговых органах. Дорогие друзья, вы вечером заезжаете на территорию города Махачкалы со стороны Бульняхского кольца, так называемого. И справа, и слева. И посчитайте, сколько там бизнес-точек. Из них, если 20% на учете, 20% и 20% если у всех, кто там работает, есть трудовые соглашения и платят НДФЛ, это очень хорошо. 2000 человек со всех уголков России приняли участие в форуме «Машук» в Пятигорске. Дагестан не стал исключением. Представить нашу республику туда отправились самые талантливые и перспективные. За две смены они переняли лучшие практики от топовых экспертов. Важной частью программы стал грантовый конкурс Росмолодежи. 18 проектов получили поддержку на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Среди них и трое дагестанцев, которые выиграли гранты на сумму свыше 2 миллионов рублей. Пообщалась с победителями и моя коллега Тамара Самедова ей слово. Талантливые и целеустремленные. Именно так можно описать наших ребят, которые победили в грантовых конкурсах на молодежном форуме «Машук». Проходил он в две смены. Участниками первой стали педагоги в разных сферах. Среди них и руководитель комитета по делам молодежи ДГО Амир Ахмедов. Он выступил с проектом, объединяющим реальный и виртуальный спорт. И на реализацию своей идеи он получит почти миллион рублей. Сама идея в первую очередь возникла в том, что в республике в принципе фиджитал спорт не развивается. И вот относительно недавно были игры будущего в Казани. Потому что сам фиджитал спорт он только-только обороты в стране набирает. И так получилось, допустим, что к нам вуз прислали письмо об участии в играх будущего, а у нас как таковой сборной не было. И в принципе в республике этих сборных нет. У нас есть контингент только спортсменов, есть контингент только людей, которые сидят за компьютерами. А мы хотим объединить, заставить, скажем так, спортсменов чуть-чуть поиграть в компьютеры, тех, кто сидит за компьютером, чуть-чуть побегать. Вторая смена объединила представителей образовательных и государственных структур. В их числе и Магомед Магомедалиев. Он выступил с проектом первый молодежный туристический форум «Анжи-Опен». Эксперты высоко оценили его идею, а организаторы вручили сертификат на сумму 850 тысяч рублей. Мы решили подготовить такой проект, где мы будем обучать молодых специалистов, молодых людей для того, чтобы заниматься туристической деятельностью. Тур-пакет, реализация тур-пакета полностью, ну и нашумевшая, скажем так, должность гид-экскурсовод. Форум сам из себя представляет обучение. Получается, там до проведения самого форума будет определенная обучающая программа. Будет сам форум, который состоит из трех направлений. Это молодежный форум, образовательная программа, фестиваль народных множеств промыслов и гастрономии. Ну и одно из ключевых таких, одно из ключевых наших направлений, которое нам интересно, это воркшоп. Мы хотим провести воркшоп с представителями туриндустрии, ну и, соответственно, обучающимися ребятами. И создать своего рода такой, знаете, документ, скажем так, резолюцию, в каком направлении, куда движется туризм на территории республики Дагестан. Также из Дагестана победителем стал Абдулхан Балаев с проектом «Забег победы». Он получил поддержку в размере 550 тысяч рублей. Отметим, что молодежный форум «Машшок» был юбилейным и проходил две недели в Пятигорске. Тамара Самедова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Около ста пожилых людей Рутульского района доставлены в больницу мобильной бригады Минтруда Дагестана. Все пациенты получили помощь вне очереди. Прошли осмотры у терапевта и специалистов и сдали необходимые анализы. По результатам обследования им были даны рекомендации и назначены лечения. Отметим, что транспортировка осуществлялась на специально приобретенном транспорте в рамках проекта «Демография». Сегодня день памяти шейха Саида Афанди Черкейского. Он был духовным наставником сотен тысяч верующих. Вся его жизнь была посвящена служению Всевышнему и распространению истинных знаний об исламе среди людей. Его деятельность позволила сохранить неискаженным вероучение мусульман. Книги шейха до сих пор актуальны и приносят пользу всем, кто ищет ответы на самые важные вопросы в жизни. Вот имам Азалия пишет, что человеку необходимо свое время распределять. Если без распределения оставить, то больше часа времени зарпроводит. У отца так и было. Он распределил 24 часа сутки, распределил по минутам, можно сказать. И для каждого дела было свое время. Он сам сказал, когда у нас не было мечети рядом с домом, и он не мог ходить в центральную мечеть, далеко было. Люди проходили. Мы намаз делали дома, джамаатом. А когда открылся мечеть рядом, он сказал, я все свое изменил, порядок изменил для того, чтобы подогнать джамаат намаз мечеть. Вот так было расписано в Сопе. Поэтому, когда люди приходили и уходила одна группа, другая группа готовилась, вот этот промежуток времени он садился за стол и писал. То есть, даже в это время он себе не позволил отдыхать. Саид Афанзи обучал искреннему поклонению Господу. Борьбе с внутренними пороками и методом улучшения нрава. До последнего своего дня он занимался просветительской деятельностью и погиб, наставляя пришедших к нему гостей. Он погиб 28 августа 2012 года в результате чудовищного теракта, совершенного у него дома. Дагестанцы по сей день не забывают, как много сделал Саид Афанзи для распространения духовных ценностей и процветания нашей республики. Он говорил, чтобы мы объединялись, чтобы мы не разделялись. Он говорил, что больше всего мне трудно и страдаю, когда два мурыда между собой ссорятся. Поэтому вот это вот я сейчас помню, чем он говорил. Мы видим, такие случаи происходят, когда даже мурыды между собой иногда ссорятся. Я призываю всех прислушаться к наставлению Саид Афанзи, не разделяться, объединяться вокруг муфтия. Он всегда, с самого начала работы муфтия-то я помню, с самых первых дней этого движения я нахожусь, он всегда приветствовал и поддерживал благие начинные муфтия-то. И призывал быть всегда рядом с ними и оказывать всяческую поддержку этой работе. Поэтому я и с самого себя делаю на себя, и остальным, чтобы мы следовали вот этому настроению. Для дагестанцев в республике созданы все условия для получения религиозных знаний. Об этом сказал муфтий республики шейх Ахмад Афанзи на встрече с богословами. Они недавно прошли квалификационные курсы коранических наук в Мекке. Вернувшись на родину, ученые изъявили желание встретиться с духовным лидером. Он отметил, что развитие дагестанского исламского образования идет поэтапно. Также муфтий подчеркнул, что ученые и богословы дагестана всегда были отличными специалистами в области религиозных наук. В этом направлении активно работают научные деятели и наших дней. Вы меня сегодня очень обрадовали. Я за вас очень рад. Я благодарю Всевышнего за вас, можно сказать, за ваше такое уверенное, четкое мнение и такую четкую позицию вы имеете. Гето лет 10 тому назад я слышал, что Бахлуха Кудьяву Сааду Хаджас Мухаммад Афанди, он когда Коран читал, рядом держал тавсир. Какой-то аят у него интерес появился, знать его смысл. Он сразу туда заглядывает тавсир. Это я знал лет 10 приблизительно тому назад. С тех пор стараюсь Коран читать каждый день, и рядом я держу 4 тавсира, 4 разных. И вот в том числе вот Сави, Аш-Я-Ту Сави, и тавсир Лу-Кушайри, и другие. Вот 4 разных тавсира держу. И когда какой-то у меня интересующийся аят, я сразу останавливаюсь, заглядываю вот эти 4 тавсира, и по-разному они объясняют один аят, и очень бывает интересно. Неразрешимых проблем не бывает. Женский духовный центр «Марьян» продолжает работать в прежнем режиме. Любая женщина или подросток, столкнувшись с трудной жизненной ситуацией, могут получить помощь и консультацию в кризисном центре круглосуточно и бесплатно. Также есть анонимная горячая линия. За полтора года было принято около 600 звонков. К нам очень часто обращаются подростки с проблемами отношения с родителями. Отношения с родителями проблемы, буллинг в школе, кибербуллинг, игрозависимость. И в последнее время обращаются и с наркозависимостью. Также есть шантаж. Очень частая проблема шантаж. Они шантажируют друг друга. Они пишут к нам на горячую линию или звонят. Затем я их перенаправляю к определенным специалистам. Детский психолог. Если нужен юрист, подключаем юриста. Также у нас есть теолог. И мы все вместе в комплексе решаем проблему. К нам в центр могут обратиться женщины, у которых есть насилие в семье. Также к нам могут обратиться женщины, у которых бракоразводный процесс. Также женщины, которым негде жить. Также мы предоставляем временное убежище. Срок проживания от двух недель до трех месяцев. То есть каждый случай индивидуален. И с каждой женщиной мы работаем по отдельности. И о спорте. Махачкаринская «Динамо» добилась победы в гостевом матче Кубка России. В Москве клуб из Дагестана с минимальным преимуществом переиграл «Спартак». Единственный гол на 14-й минуте с пенальти забил Гамид Агаларов. Форвард отличился дебютным голом в новом для себя клубе. Одержав вторую победу в рамках Кубка страны, «Динамовцы» возглавили таблицу группы «А». «Спартак» опустился на вторую строчку в квартире. А в Федерации бокса Дагестана новый руководитель. Президентом организации избран Тимур Ибрагимов. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены федерации на выборной конференции в Минспорте. Ибрагимов сменил на должности чемпиона мира среди профессионалов по двум версиям Хабиба Аллахвердиева. Ранее Цимур Ибрагимов руководил Дербенской федерацией бокса. Новый глава организации рассказал об основных задачах на своей должности. В частности, поднимались вопросы стимулирования спортсменов во избежание перехода дагестанских боксеров за другие регионы России. Мы все одна боксерская семья, которая хотим сделать вместе что-то хорошее для нашего любимого вида спорта. Из-за этого будем вместе стараться. Стараться не только. Федерация бокса, я считаю, что это не я один там, не руководитель города. Федерация бокса это тренера, ученики, судьи. Наши меценаты, которые сегодня решили помочь нам. Мы должны все вместе так же идти и развивать наш любимый вид спорта. Я думаю, что у нашего вида спорта любимого будет большой прогресс, будут новые олимпийские чемпионы. Своими предложениями по развитию бокса в регионе также делились члены федерации, среди которых были заслуженные мастера спорта и известные тренеры. Смотрите нас так же на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Всего доброго и до встречи.